Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Подскажите, пожалуйста, уважаемые психологи и психотерапевты, как вернуть интерес к жизни до такого степени надоело, что я иногда живу, сижу и думаю, для чего я вообще живу. Ну, смотрите, какая здесь получается интересная история, во-первых. Коль вы обращаетесь к психологам и, соответственно, к психотерапевтам, вот, то, на мой взгляд, начать нужно с того, ну, в первую очередь, чтобы вам постараться понять примерно следующее, что вот психологи не ответят вам на то, как вернуть интерес. Потому что, потому что, непонятно, пока что на данный момент, каким образом у вас этот интерес к жизни вообще пропал, пропал, для начала, вот. То есть, непонятно, какой путь. Вы прошли, по сути. А что это был за путь, который вы прошли? Как вы жили? В смысле, какой у вас, ну, опыт, скажем так, и так далее. Это очень важный момент, потому что, без этого опыта, довольно сложно будет вам что-то рекомендовать. С точки зрения психотерапии, потеря смысла жизни, ну, вот, как такова, корректируется, например, таким подходом психологии, как логотерапия. То есть, если мы говорим, что у человека, ну, пропал смысл жизни, вот, то логотерапия, логотерапия, это история как раз о смысле жизни. То есть, вот это, в первую очередь, нужно понимать. Логотерапия, потеря смысла жизни. С одной стороны, с одной стороны, с другой стороны, речь может идти о, по сути дела, том, допустим, что вы, например, в какой-то момент, по большому счету, перестали себя чувствовать. Вы перестали себя ощущать, вы перестали, ну, вот, в этом смысле, да, чувствовать, вот, что вам интересно, по большому счету. Если вы потеряли, в этом смысле, контакт, ну, контакт, вот, контакт с собой, да, потеряли в каком-то смысле, А вот, значит, контакт, со своими чувствами, контакт потеряли, ну, вы, скажем так, со своей эмоциональностью, например, вот, к примеру. То, конечно, вам имеет смысл поработать с чувствами. То есть, понятно, что здесь мы говорим конкретно о ваших эмоциях, здесь мы конкретно говорим уже о вашей эмоциональной сфере, с которой нужно работать, ну, само собой. Вот. Вот так вот, в принципе, и, я бы сказал, происходит процесс психотерапии в данном случае. Вот и все. Почему вы думаете, считаете, что есть какой-то уникальный, универсальный, значит, способ, да, решения вашей проблемы. Честно говоря, для меня загадка. Я бы сказал, что в этом смысле, вы себя в той или иной, значит, степени обесцениваете. Вы считаете, что к вашей ситуации возможен какой-то универсальный подход. Но это не так. И мы, психологи, психотерапевты, например, прекрасно это понимаем. Вот. Мы прекрасно понимаем, что нет такого способа, нет такого решения, нет такого рецепта, который мог бы взять и вам помочь. А без, так скажем, участия с вашей стороны. И поэтому, возникает вопрос, а насколько серьезно вы хотите решать свою проблему? Да. И хотите ли вы решать эту проблему? Насколько вы серьезно готовы с ней работать? В качестве старта, чтобы я рекомендовал бы вам, это посмотреть на то, чего вы не хотите на данный момент. То есть, что вас напрягает. Понимаете ли вы, ну, допустим, в этом смысле, чего вы хотите на данный момент. То есть, вот как раз первое, что необходимо сделать, это постараться увидеть, так скажем, свою, психоэмоциональную сферу. То есть, посмотреть нужно, насколько психоэмоциональная сфера у вас на данный момент развита. Разве-то. И если есть какие-то проблемы с ней, то есть, ну, например, если вы, допустим, ну, недостаточно, скажем так, хорошо себя, чувствуете, чувствуете, если вы недостаточно хорошо себя замечаете, вот, то можно говорить о том, что у вас, возможно, депрессия. как-то так. Чтобы я выделил еще, это, пожалуй, ваши жизненные ориентиры, ваши ценности. как они у вас, опять же, себя, ну, проявляют, да? То есть, я имею в виду, опираетесь ли вы на них в, в своей жизни. Или в какой-то момент перестали это делать. И совершенно понятно, что если перестали, то нужно к этому возвращаться. Это процесс не всегда легкий процесс, не всегда быстрый процесс. но, тем не менее. Поэтому ваш вопрос, он выглядит пока что с запросом на психотерапию. И последнее, последнее, что я хотел бы вам сказать. Вот, вы говорите, да, мне неинтересно как бы жить. Попробуйте представить, а как было бы интересно. Попробуйте увидеть начало обесценивающих тенденций, когда вы, например, используете такие слова, как это что я не хочу или это я не могу. Попробуйте увидеть, нет ли здесь чрезмерных требований к себе. К себе самому. Попробуйте это увидеть. Возможно, все упирается в то, что я бы назвал в данном случае, опять же, перфекционизмом. То есть, слишком много от себя хочу, ничего не получается. И, соответственно, зачем в таком случае что-то делать. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. И удачи! Субтитры создавал DimaTorzok